От какой точки отсчитывать нужно? Я только что сказал, с момента опубликования региональной адресной программы. Свердловская область ленивая, она не сделала до сих пор вот эту адресную программу и не опубликовала её. В чём особенность и в чём смысл вот этой вот региональной адресной программы? Значит, в эту программу войдут абсолютно все дома, в которых мы живём и которые находятся на территории Свердловской области. Абсолютно все, за исключением тех домов, которые подлежат сносу. Значит, после того, как эта программа будет опубликована, мы точно будем знать, а какие же дома на момент составления этой программы были неперспективными. Они включены в дома, подлежащие сносу, и тогда люди, которые живут в этих домах, подлежащих сносу, они подпадают под другую программу, программу обеспечения этих людей иным исправным жильём. Вот это очень важно. То есть наступает некий момент истины. Это затянувшаяся история с этим переходом от советской системы, вот этого вот ремонта, который ни черта не проводился, и так и не провёлся в силу статьи 16 закона о приватизации, вот, и разъяснение соответствующего конституционного суда, что момент отсчёта проведения капитального ремонта собственниками помещений, которые поверили государству, приватизировали государственное жильё, стали его собственниками на условии, что те дома, которые нуждаются в капитальном ремонте, этот капитальный ремонт не испарится никуда, он будет проведен за счёт государственных средств, а уже последующие ремонты после исполнения обязательства государственного. Но ни черта вот это государственное обязательство в абсолютном большинстве случаев не исполнено. В абсолютном большинстве случаев не исполнено. И мы оказались один на один с этой проблемой. Попытка что-то сделать в судебном порядке оканчивалась, как правило, неудачей. Итак, адресная программа. Как только она будет опубликована в течение двух месяцев, мы определяем, либо-либо, какие-либо, какие выборы у нас есть, какие альтернативы у нас есть. Но начну с нашего родного. То есть, если у нас есть ТСЖ, то этот ТСЖ открывает специальный счёт в специальном банке. А что подпадает под понятие специальный банк? Банк, у которого собственные активы, не привлечённые, не пирамида, а собственные активы составляют 20 миллиардов рублей. Во! Этот банк, с точки зрения законодателя, считается надёжным банком. И ТСЖ в нём вправе открывать специальный счёт, на котором будут аккумулироваться эти деньги. Теперь, как открывается этот счёт? Как открывается, как используется, как закрывается? Всё-всё-всё связанное с аккумулированием наших денег. Причём, размер их не может быть меньше, чем установлен региональным законодательством. Ну вот, допустим, региональный законодатель сказал, что должно быть не меньше 6 рублей с квадратного метра. Мы можем сделать 60, но не можем сделать 5. Итак, все вопросы решаются исключительно общим собранием собственников помещений этого многоквартирного дома, квалифицированным большинством. Не менее 2-3 собственников помещений должны принять это решение. И все последующие решения по изменению, по использованию, то есть всё-всё-всё, что связано с открытием этого счёта, в каком банке, какие суммы, всё квалифицированное большинство. Юрий Евгеньевич, Вы уверены в том, что в каждом доме найдётся квалифицированное большинство? Я не уверен. Юрий Евгеньевич, Вы уверены в том, что в случае с выбором способа управления, а если Вы сами не сможете, тогда орган местного самоуправления это сделает вместо Вас. Особенный государственно-правовой протекционизм. Вот он, метод потребительского права. Итак, если Вы не смогли собрать 2-3 голосов и принять решение, мы открываем свой специальный счёт. Либо мы аккумулируем у регионального оператора, который сейчас будет создан. Итак, альтернатива состоит в том, что мы выбираем либо сами, либо отдаём региональному оператору. В чём разница между сами и региональный оператор? Сами – это только наши средства, и, может быть, нам кто-то выдаст какие-то субсидии. Никто не обязан, но вправе субсидировать наш капитальный ремонт в зависимости от ситуации. Мы сами принимаем решение о привлечении заёмных средств. То есть, всё делаем сами, квалифицированным большинством. Либо мы поручаем региональному оператору. В чём преимущество регионального оператора? Он аккумулирует деньги множества многоквартирных домов. И он вправе использовать вот этот специальный счёт регионального оператора, на котором аккумулируются деньги множества многоквартирных домов. Он может их использовать на реализацию программы, в которой точно указано, в каком году какие изношенные элементы общего имущества дома подлежат замене, то есть капитальному ремонту. И он может использовать деньги, то есть они там обезличиваются. Без согласия собственников получается? Да, это получаются деньги, которые мы включили в единую региональную программу проведения капитальных ремонтов. Однако, если мы сами, да, а мы тоже подпадаем под эти сроки, мы говорим, мы сами с усами, мы всё делаем сами, наступают сроки, да, специальный орган, жилищная инспекция и ещё финансовый надзор, они осуществляют надзор, финансовый надзор за этими финансами, за надлежностью банка, за надлежностью открытия счёта, то есть идёт такой расширенный государственно-правовой протекционизм интересов потребителей. Государство больше включается в эти процессы, оно отслеживает всё движение денег от момента, что мы вносим по этому, и всё движение по капитальному ремонту изношенных элементов многоквартирного дома. Подводим черту. Через два месяца после опубликования у нас появляется, у нас истекает возможность выбора, то есть в течение двух месяцев мы должны принять решение. Решение, если мы принимаем, то только две трети собственников помещений нашего дома. Если мы не смогли этого сделать, и мы не собрали в протоколе подписи двух третий собственников помещений дома, не просто что-то прокукарекали, а там подписи должны быть, это всё очень серьёзно, чтобы потом не было признано вот это решение недействительным, недоказанным, что оно не соответствует требованиям закона, значит, вместо нас это будет делать администрация города, вот, и мы будем платить тот минимум, который установлен региональным законодателем, и эти деньги будут аккумулироваться на специальном счёте регионального оператора, но наши дома всё равно будут спасены от разрушения и будут верно служить нам, собственникам этих домов. Вот единственное, что я хотел бы уточнить, в самом начале вы сказали, что, значит, если у нас уже есть ТСЖ, то понятно, как здесь действовать и всё такое, а вот если ТСЖ нет... Значит, не будет специального счёта ТСЖ. Всё, вариантов нету. Значит, будет региональный оператор. Всё, значит, нет альтернатив. Альтернатива между специальным счётом ТСЖ и специальным счётом регионального оператора. Я имею в виду, что дом на обслуживании управляющей компанией. Нет, она не будет собирать деньги. Нет, она не будет, но жители-то могут образовать ТСЖ вот за эти два месяца? Так я же сказал, ТСЖ, значит, если у вас нету, создайте ТСЖ. ТСЖ либо иной кооператив, либо иной жилищный потребительский кооператив. Чтобы получить то юридическое лицо. Уточняем, да. Чтобы получить то юридическое лицо, которое открывает специальный счёт на основании решения общего собрания собственника помещения этого дома. ТСЖ либо иной жилищный потребительский кооператив. Вот ещё такой момент. Как определить, дом старый или новый, и что ему требуется капитальный ремонт? Вот региональная программа как раз и основана на всех этих определениях. То есть, пока мы с вами сейчас проводим эту передачу, кто-то сидит на крышах наших домов и составляет адресную программу «Состояние наших домов» и на 20-30 лет вперёд проведения капитальных ремонтов изношенных элементов наших домов. Они все сейчас на крышах, в подвалах и в поте лица трудятся над составлением адресной программы. Будем надеяться, что так. У нас есть звонок от телезрителей. И определением домов, которые подлежат сносу. У нас есть звонок от телезрителей. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос такой. А кому вы хотите задать? Уточните, кому? Вам, Цехеру. Ну так назовите, мне будет это очень приятно. Меня зовут Григорий Яковлевич. Я не знаю вашего. Григорий Яковлевич. Григорий Яковлевич. Я думаю, что в городе моё имя знают. Скажите, пожалуйста, вот нашему дому 37 лет. У нас ни разу не менялись трубы отопления. И вот сейчас нам нужно их менять. И почему мы должны менять за свой счёт? Отвечаю. Отвечаю на ваш вопрос. Значит, источники реализации адресной региональной программы, в которой будут ваши трубы тоже, являются как ваши средства, которые вы будете либо аккумулировать на своём специальном счёте, если у вас есть ТСЖ, либо на региональном, общем, специальном счёте, а также те субсидии и те целевые платежи, которые будут осуществлять Российская Федерация 1, Свердловская область 2 и администрация города Екатеринбурга 3. Ой, спасибо большое. Пожалуйста. Есть ещё вопросы? Ну, пока... Как интересно, когда задают вопросы? Ну, пока нет. У нас становятся живые передачи. Зрители, значит, зрители пока собираются с мыслями. Я предлагаю нам ещё раз поменять тему, поскольку у нас уже время подходит к концу, а у нас анонсирована ещё была одна тема. Это закон о болельщиках. Ужасная, да, ужасная, она в полном смысле ужасная. Вот, значит, согласно этому закону, теперь за свои бесчинства на стадионах фанаты будут нести персональную ответственность. До сих пор эта мера лежала на клубах. Но вот смотрите, давайте рассмотрим такой пример. Если группа подвыпивших молодых людей собралась где-нибудь в парке, а парк это тоже общественное место, как и стадион, начали ломать скамейки, сжечь петарды, нецензурно выражаться, разве это не нарушение порядка в общественном месте со всеми вытекающими последствиями. Зачем нужен отдельный закон за такие же правонарушения? Вот в зависимости от места. Хороший вопрос. В силу части 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации федеральным законом в наших интересах, в интересах нашего здоровья, нашей безопасности, нашей высокой культуры и всего остального нашего могут вводиться какие-то ограничения. И так, в нашем интересе и в интересе безопасности нашей страны федеральный и только федеральный законодатель, вот Свердловский областной законодатель не может, а Екатеринбургский муниципальный законодатель не может, а федеральный законодатель в праве ограничить наши свободы. Так вот, вот это вот постановление правительства от 16 декабря 2013 года номер 1156 об утверждении правил поведения зрителей, зрителей, то есть ваши скамеечки не подпадают под регулирование, то есть скамеечки вне стадиона под это регулирование не попадают. Мы сегодня с вами в оставшееся время будем говорить про скамеечки на стадионе. Вот их ломать и бросаться ими нельзя. Но, к сожалению, это происходит. Так вот, да, внесены изменения. Федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации. И в соответствии с этими изменениями на основании части 1.3 статьи 20 правительство издало специальные правила поведения. Очень интересные правила. Здесь вводится язык понятий, что такое входной билет, сектор для активной поддержки, средства поддержки. В общем, кто такие зрители? Всё-всё здесь расписано. Оно направлено на то, чтобы фанаты были фанатами, но при этом не представляли опасности для... Оставались людьми. Да, да, да. Не представляли опасности для людей. Чтобы они не превращались в что-то такое неуправляемое, страшное, жуткое, да. И своими... Как эти дудуделлы, вот как они... Вузи... Да, да, да. Вузи... Вот я забыл, как оно называется. Здесь об этом тоже есть. Так вот, теперь при входе на стадион они будут осматриваться. Им будут предлагаться камеры хранения. Камеры хранения. Где они могут оставить то, что они не могут с собой пронести в силу вот этих запретов, вытекающих из федерального закона. Очень важно. Теперь будут бесплатные туалеты там. Вот здесь об этом написано. Не за деньги, а бесплатно. Нельзя там заниматься поборами. Вот. Камеры хранения, бесплатные туалеты, контролёры, которые всегда готовы ответить на ваши вопросы. Дальше специальные зоны для особо активных фанатов. Для них делаются зоны. Резвитесь там, пожалуйста. Но в рамках вот этих вот правил. Не заходите за пределы этих правил. То есть всё сейчас урегулировано. Размер флагов, размер там... Всё-всё-всё-всё-всё. Если под размеры не попадает, пожалуйста, вот камера хранения. Вы можете временно сюда положить. Когда закончится соревнование, вы заберёте и пойдёте домой. Понятно.